В Подмосковье прошел мотопарад, посвященный закрытию сезона. В нем приняли участие около 300 байкеров. Традиционно фестиваль провели в Малаховке. Подробнее расскажут мои коллеги. Еще за несколько часов до старта на площади перед культурно-досуговым центром «Союз» начали собираться люди. Для них мотоцикл является неотъемлемой частью жизни. Малаховка объединяет байкеров не только из городского округа Люберцы. Например, Сергей и Валентина приехали из Раменского. Для них этот фестиваль особенный, юбилейный. Супруги участвуют в нем 20-й раз. Всех знаем тут, все знакомые, все наши друзья. Это весело, круто. Это образ жизни. Настрой очень праздничный. Мы очень рады, что в наш состав пошло еще 4 области. Поэтому наши братья вернулись к нам домой. Под флагом нашего клуба мы уже второй десяток. Здесь организовываем фестивали. Здесь у нас вот такой якорь, который людей держит. Это большая страна, большое государство. И люди, те, которые сегодня у нас, тому и подтверждение. То есть нет границ, нет преград для того, чтобы мы вместе не встречались и вместе не организовали праздники. Все годы, что проходит фестиваль, Малаховка встречает байкеров из России, Республики Беларусь, Казахстана, Латвии, Украины. Юрий вместе с друзьями ежегодно приезжает на эту встречу из Луганской Народной Республики. Дорогу почти в 800 километров преодолевает, конечно, на мотоцикле. Образ, оно неразделимое. Сюда встречаемся, проезжаем, видимся, списываемся, созваниваемся. Настроение бодрое, особенно после вчерашнего подписания указа «Полет выше крыши». Отец москвича Александр Шейна – постоянный участник фестиваля. Сегодня вместо него приехал сын. Железного коня Саша оседлал только в июле. Первый раз вообще в таком масштабном мероприятии, первый раз еду в колонию. Ожидания высокие, погода, конечно, не самая благоприятствующая, но очень интересно, как раз-таки такой кайф, задор. Байкеры стартовали от культурно-досугового центра «Союз», чтобы сделать круг почёта через Берию, Жуковский и Раменская. Финишировали в Малаховском летнем парке. Здесь участников фестиваля ждала большая концертная программа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.